день воскресный день путешествия это одно из последних воскресенье когда мы что-то делаем потому что открывается моё венское ателье у нас воскресенье будут курсы но сегодня мы наслаждаемся хорошей погодой и немножко таким морозом я вам покажу озеро мы поедем на наше озеро к нашему кораблю приехали на наше озеро где у нас корабли вот что самое классное тут на все кататься на коньках сейчас очень сильно тепло вы видите то есть в районе 0 градусов я так капюшончики чтобы выжить тут идем смотреть на людей которые кататься идут кататься на лыжах а мы идем на посмотреть смотрите тут они на нашей воде причем говорят что это ну довольно опасно потому что есть места где есть вода но там вот где-то вода есть вот такая вот красотень с детьми там все фигны откуда это звучит большая площадь у нас озеро как море и все кататься на коньках крутя вы тоже ходили по льду у нас шапа так не шла как вот эта собачка она просто легла на пузырь потому что категорически отказывалась тут вот спереди водой то есть это надо как-то осталось туда пройти и чтобы покататься на коньках но это вообще принципе опасно смотрите как тут все так это наш маяк который я очень люблю там такое место красиво рисовать немного картина преображается будут очень крутой ресторан будет все это школа серфинга школа парусного спорта школа кайтинга это все попадет сюда говорят наверху там есть бассейн вот сейчас я покажу где будет наш кораблик вот это классная детская площадка красиво это мы называемся наше место называется прайденбрун мы идем к нашему месту и наше место не пройдет несколько месяцев и вот все будет перед нами очень круто я вам буду показывать красивые виды солнечным закатом и клаус очень внимательно смотрит сколько воды тут будет говорить на 20 сантиметров поднялась это для нас очень важно смотрите что я тут видела это живая утка красные и вы дают очень много тени и летом тут очень классно лежать на вот этом лугу тут все очень зелененько чистенько красивенько и купаться в нашем озере а мы будем не купаться а мы будем кататься на парусе ну не кататься а заниматься спортом вот этот наши туалет и душа вот такая тут красотища сейчас мы вот этому крутому мостику пойдем к нашему домику вот и когда вы приедете ко мне летом на пленэр у меня два пленэра в конце июня в конце августа и мы будем во первых тут рисовать тут очень красиво все и мы будем также кататься и рисовать пасники и кататься на нашем тут такое происходит у нас помещались владельцы и тут зарывают кабели для новой воды для электричества для всего но это это сейчас он так страшненько выглядит весне и это все будет закопано сделано это будет очень классная круто это новое электричество у нас будет и действительно тут будет очень комфортабельно жить смотрите траншеи прорытые это все к маю уберется вот видите как это выглядит выглядит конечно страшненько для нас всех но это все приведется в порядок и тут очень красиво тут все зеленое отсветет и конечно это привилегия иметь домик на озере это очень хорошо для детей вот а это наша сейчас улица будет вас можем ли мы пройти здесь это наша улица где наш домик вот этот домик с корабликом спереди принадлежит нашим очень хорошему другу ведь это такой с корабликом вот это такие маленькие домики для людей которые в общем приехали заниматься водным спортом то есть у всех тут корабли вот но это конечно счастье для детей потому что это находится все на острове и отсюда нельзя дети никуда не свали а тут не ездят машину то есть тут ничего не произойдет а вот этот красавец справа синими трубами это наш домик вот видите это наш красавец сейчас посмотрим что тут произойдет вот это нам новое электричество провели я досы супа видите вот вот у нас электричество и вот этот наш красавчик у нас тут лаванда видите вот это вот все она будет высоко она будет очень хорошо пахнет она полностью так очень высоко будет вот это наш домик а тут у нас очень здорово сидеть за столом и гриль то есть мы его жарить ребрышки и будем с вами вместе рисовать эти а вот у нас приправы растут так что у нас тут очень-очень душевненько это место для корабликов это будет такой шикарный комплекс спортивный комплекс там будет и разные школы и серфинга и кайтинга и парусного спорта сейчас это еще такой длится на стройку но к маю я думаю что к апрелю это все закончится и будет все очень-очень красиво это место где стоят корабли зимой и вот сейчас мы пойдем к нашему кораблю приезжает шеф и своим знаменитым ключом происходит акт открытия ура не открывается вот это наш красавец альбатрос видите какой наш корабль такой красивый вот посмотрели на озере все проверили знаем как все тут развивается как будет и ждем нашего весеннего сезона и он скоро начнется обычно начинается в марте марте уже все начинают все приводить свои домики в порядке корабли вот и в апреле обычно корабль уже в это дорога через вот такой вот двух килограммов двух километровый такой пояс из камыша называется шильф году по-немецки и мы сейчас едем другую сторону озера где тоже очень здорово посмотрим озеро с другой стороны сам городок брайденбрун который который в общем наше место называется брайденбрун но вы видели два километра камышового пояса нужно приехать чтобы попасть на наш остров где наш кораблик и наш домик и вот мы сейчас приезжаем в городок который называется брайденбрун очень красивый городок тут очень вкусное вино и в в общем это очень такое туристическое место все это очень любят это недалеко от вены это близко и это очень красиво тут совсем по-другому по сравнению с тем как мы живем это другая архитектура другая еда другой вообще другой воздух хотя от нас мы сюда едем на машине 50 минут это очень удобно просто вечером я отработала курс приехали сюда и поплыли на кораблике то есть это вот в общем то очень такое вот все замечательно тут есть много винных погребков также как у нас мы живем на четверть но тут совсем другое вино потому что тут больше солнечных дней в году и тут очень мягкая мы едем с классом городок который называется рост он тоже на нашем озере наше озеро 47 километров в мину то есть оно очень такое почти море вот очень небольшое в ширину по-моему 5-6 километров в ширину и мы едем в городок руст это самый маленький городок в Австрии очень красивый конечно очень туристический сейчас там будет мало людей потому что сегодня 21 января 2024 года вот и сейчас мы вам покажем рост самый маленький город Австрии самый богатый они невероятно богатые они выкупили себе статус города за какие-то невероятные бочонки золота они у них очень вкусное вино очень потрясающее красное вино еще что-то у них не будем лежать в старую часть города во-первых это очень красиво летом всегда тут миллион туристов в каждые каждый из этих домов которые вы видите да они принадлежат из поколения в поколение это очень богатые люди это обычные люди у которых есть свой ну какой-то бизнес связанные с вино вино это тут самое главное и спереди озеро то есть но я не слышала чтобы тут кто-то промышлял там сильно рыболовством хотя тут очень много рыбы хорошая пресная рыба у нас пресное озеро с питьевым качеством воды вот но мы сейчас вот выйдем в гору, въедем в самый старый город Центр это мы едем опять вот этот поезд 2 километра 3 километра где люди все ходят гулять который отделяет остров пусть на озере и сам старый город да раньше это было все под водой но за это время вот как бы тут выросли как видим видите сколько людей тут ходят гулять летом тут вообще очень много людей и на роликах и на велосипедах и на все а сейчас вы слышите просто такое что тут царицы тут тоже полвены катаются на коньках нифига себе ну смотрите сколько людей все время приходят новые и новые конечно тут очень большая плоскость но это опасно потому что видите вон вода просто вода и они тут не боятся все кататься потому что в любой момент этот лед может проломиться то есть я бы не веснула мы с вами едем в старый город Рост это надо обязательно посмотреть это очень классно то есть это такая пешеходный вот вход а мы сейчас заедем со стороны мы едем в старый город то есть у нас основную площадь пазадную площадь Солнце вы увидите это во-первых это просто красиво во-вторых это очень туристическое место дома которые сохранились самые старые это 13 век то есть 1200 там сколько-то по-моему какой-то был 1100 то есть это да 12 лет вы знаете в Австрии очень любят старину за ней ухаживают все чинят то есть это не запускают ее чтоб он там развалился этот домик тут много всяких магазинчиков очень много всяких винных дегустационных мест то есть вообще очень много ручной какой-то работы то есть художники там тоже живут керамисты очень много керамики и конечно очень много мест и можно съесть и выпить продегустировать или выпить пока вина видите это вот такая вот площадь это называется рыночная площадь сейчас тут конечно рынки не проводятся но раньше тут были то есть все продукты вообще ухаживают все что им нужно было привозили вот сюда на рынок это рыночная площадь а сейчас это такая вот сохраненная потому что обычно тут она заполнена людьми, туристами, группами то есть всем возможным и невозможным вот сейчас в январе прохладно и как бы тут нет особо времени вот церковь 11 века, которую вы видите 10 века вот и там гастхаус несколько кафе там, ресторанов это для туристов, но в принципе это все очень-очень-очень ухоженно и обычно на улице стоят столики, зонтики и очень много гастрономии тут очень много, ну как много, относите там много возможностей покушать чего-нибудь выпить и просто посидеть и подышать вот этим вот старым, старым воздухом это очень красиво летом открыты все вот эти большие ворота то есть можно заходить в подворотни это все посмотреть и я думаю, что это очень круто поэтому очень рекомендую сюда приехать а если будете у меня на пленере мы обязательно сюда приедем рисовать рисовать эти старые домики и это вообще прекрасно вот тут сесть поставить тюдник и порисовать эту точку вот просто вам фасады домик такой тут стоит несколько миллионов что вы поняли наезжаем из Руст поедем в Мёрпиш и у Клауса появилась шикарная идея что мы поедем в Бенгрию Мёрпиш Мёрпиш известен своим театром на воде это называется Сей Бюйне Мёрпиш Сей это озеро Бюйне это как бы театральные помостки трибуна на воде и тут это очень популярное летом сюда приехать и послушать оперу которую в общем каждый год там кто-то делает и вот с прекрасным видом на озеро на закат это просто совершенно такой замечательный через вот этот поезд камыша на водяных трасс мы едем к вот этой вот Сейбль то есть от вот этого театра на воде совершенно мне лень поэтому я вам вот так покажу это вот там вот это строение вот сейчас повернется или не повернется в общем слева это строение это озеро и это места для парковки для всех кто приедет всегда тоже теплые сейчас тут залгура вон там будет приедет сейчас вам увеличу вот тут вот это вот тут происходит все действие смотрите американская статуя свобода но они ее точно не украли в Америке а это панорама самогу Мёрпиша на этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается и мы едем домой мне еще картины рисовать и готовиться к завтрашним курсам тут вот 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 я и